Невозможно дышать. Жители Алтайского села задыхаются от выбросов местного хлебокомбината. Баталии на виртуальной арене. Первый в истории края кибертурнир по Доте-2 и Контер-Страйк среди школьников состоялся в Барнауле. Ровно месяц до Нового года в крае начались праздничные приготовления. В Барнауле сегодня во время пожара погибла семья. Трагедия произошла ранним утром на улице Анатолия, 106А в частном доме. Во время тушения пожарные обнаружили тела троих человек – женщины, мужчины и их ребенка 2008 года рождения. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. За последнюю неделю обстановка с пожарами осложнилась во всем регионе. В МЧС связывают это с морозами. Как правило, причиной возгорания становится нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проблемы с печным отоплением. А буквально вчера в Завьяловском районе во время пожара погибла женщина. Также трагедия произошла в Бурлинском районе. Там двое погибших от огня – мужчина и женщина. А теперь к другим темам. 18 новых машин скорой медпомощи отправились в больницы края. Автопарк сегодня пополнили медучреждения Бийска и Барнаула, а также 12 муниципалитетов, в том числе Баевского, Черышского и Локтевского. В крае, как уже было сказано, 330 машин скорой помощи. И сегодня порядка 40% этого автотранспорта требует замены, несмотря на то, что мы ежегодно меняем. И более 150 машин за последние годы мы поменяли. По словам министра, менять машину скорой нужно уже после пяти лет эксплуатации. 18 новых машин приобрели за федеральные деньги на общую сумму 86 миллионов рублей. Всего же в 2022-м за счет краевого и федерального бюджетов Минздрав передал медучреждениям края 32 автомобиля. Одна из машин отправится в Родинскую ЦРБ. Там работают две бригады скорой. Два автомобиля, мы его добавляем еще один, для того, чтобы дать отдыхать автомобилю. Они не глушатся вообще, вот эти два у нас на сегодняшний день, в круглые сутки они работают. То есть техническое обслуживание автомобилю проводится в процессе работы. А в предстоящие выходные весь мир будет отмечать Международный день инвалидов. В крае людям с ограниченными возможностями здоровья оказывают разную помощь. В том числе применяют и современные техники в области медицины. Так, реабилитация, которую проводят в Краевом центре территории о здоровье, включает в себя кинезиотерапию и механотерапию. Что это такое и кому они показаны? Александр уже второй раз приезжает в Барнаул из Кузбасса. Здесь, в Алтайском центре реабилитации, очень доволен тем, какую помощь ему оказывают. Занимается кинезиотерапией или по-другому ЛФК, плавает в бассейне. Оба вида очень важны при его травме позвоночника. Плюс врачи обследуют его и корректируют реабилитацию. Чувствительность, так сказать, она как бы не особо возвращается. Ну, в какие-то моменты, да, есть, но прогресс в плане движения, амплитудного движения, то есть сгибания в ногах, в спине, то есть, да, безусловно, это есть. К нам поступил молодой человек, 16 лет, после шутирующей операции на головном мозге. Пациент поступил, он не мог есть. В течение 12 дней мы активно занимались вертикализацией пациента, медикаментозное лечение. И пациент буквально за 2 недели мы уже самостоятельно мог идти. Такие случаи, к сожалению, нечастые. Реабилитация – понятие долгое. А у возрастных людей из-за сопутствующих заболеваний прогресс идет не быстро. Чтобы ускорить его, применяют в том числе и механотерапию для развития движения в суставах. Врачи уверены, после основного лечения нужно продолжать его уже у реабилитолога. Так можно замедлить развитие патологий. Цель в поэтапном оказании данного вида помощи, чтобы пациент не оставался, его родственники один на один со своими проблемами, а в нужное время конкретное получали. Например, если мы возьмем пациента, у которого случилась травма, сложная операция, дальнейший перевод его в центр медицинской реабилитации, где опять же пациент понимает, какой план ему нужно дальше идти, к чему стремиться, чтобы нивелировать все проблемы, которые случились. В основном упор в краевом центре делают на заболевания опорно-двигательного аппарата, но также на онкологию и болезни центрально-нервной системы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Второй за год рост тарифов ЖКХ. Обязательное введение пабликов в соцсетях для государственных органов. Возможность устанавливать хамамы и солярии в квартирах. Как изменится жизнь россиян с начала зимы. Коротко в нашем материале. Внеплановый рост тарифов на коммунальные услуги пройдет по всей стране. Согласно федеральному закону, в целом платеж может возрасти на более чем 11%. Правда, в нашем крае он вырастет чуть меньше, на 10,3%. Значительно коммуналка станет дороже в двух муниципалитетах региона. У бичан и барнаульцев. В Барнауле на 15%, в Бийске на 11,5%. Кстати, все, у кого тариф вырастет более чем на 11,4%, могут рассчитывать на компенсацию. Создавать и ввести свои официальные аккаунты в соцсетях с 1 декабря обязаны будут все государственные органы. Это касается, к примеру, местного самоуправления судов. Минцифры должны разработать систему на основе портала госуслуг. С ее помощью госорганы смогут управлять аккаунтами в Одноклассниках и ВКонтакте. Сообщается, что чиновники могут отвечать там на вопросы граждан, чтобы последние получали достоверную информацию о работе государственных учреждений. И еще одно важное нововведение. С 1 декабря при обращении в больницы или поликлиники россиянам больше не понадобится бумажный страховой полис ОМС. Он перейдет в цифровой формат. Присваивать штрих-код планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить его можно будет, к примеру, в смартфоне. Тем, у кого уже есть бумажный полис, переживать не стоит. Им ничего не нужно будет дополнительно предпринимать. Кстати, тем, кто мечтал дома понижиться в Хамаме, теперь разрешено осуществить мечту. С сегодняшнего дня в приказ МЧС России о системах противопожарной защиты внесены изменения. Так что Хамамы и солярии устанавливать в квартирах разрешено. А вот бани и сауны по-прежнему запрещены. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Число миллиардеров в крае выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Доходы в несколько миллиардов до 10 задекларировали 12 жителей региона. Прибыль еще одного превысила и этот рубеж, что впервые для Алтайского края. Итоги декларационной кампании за 2021 год озвучили накануне в Управлении налоговой службы региона. Миллионеров за прошлый год тоже стало больше, причем на треть. Так, доход, превышающий миллион рублей, задекларировали почти 14 тысяч человек. В основном он с продажи имущества. Прибыль у 500 ИПшников и физлиц возросла до 100 миллионов рублей. Еще почти у сотни до полумиллиарда. Их доход возрос от продажи ценных бумаг. Конечно, это не совсем реальные доходы населения. Мы с вами все прекрасно понимаем, что это доходы по сделкам, валовые доходы индивидуальных предпринимателей. И их реальные, так скажем, чистые доходы, безусловно, на порядок ниже, если убрать расходы по предпринимательской деятельности, стоимость ранее приобретенного имущества. На вредные выбросы сажи и копоти массово жалуются жители алтайского села Новороманово-Калманского района. Загрязняет атмосферу местный комбинат хлебопродуктов. Чем приходится дышать людям и кто им поможет, расскажет Валентина Аскерова. Вот она, вот. Или белый снежок, или вот черный. Вот разница есть. Вот она, грязь. Вот. Это все о копоти летит. Первому снегу в этом селе уже давно не радуются. Белоснежные хлопья, не успев выпасть, тут же чернеют. Причина – выбросы в атмосферу местного комбината хлебопродуктов. Предприятие загрязняет окружающую среду, невозможно дышать, возмущаются жители. Сесть лет завод уже здесь. Вот гречка, да, больше семи лет, это точно. А завод-то больше двадцати лет. Сначала мекина нас давила, идешь, глаза летят. А сейчас вот гречкой приходишь, вот так тряхаешь и сажаешь кругом. У меня, например, это заработанная астма, благодаря вот этому. Дети бронхит часто. Внучата мои отсюда, если приедут сюда на каникулы, они уезжают дома, они заболевания у них. Дважды меня муж возил соринку из глаза вытаскивать в Барнаул. Я на улицу вышел, вот так вот вокруг себя посмотрел, и домой еле зашел, полностью глаза забиты. И я мучился целых два дня. Промывал, промывал. А вот представьте, скоро Новый год. Какой может быть Новый год для детей, для внуков? Они белый снег здесь не видят. На протяжении нескольких лет мы обращаемся в администрацию, в другие органы. Результата нет никакого. Расстояние от комбината до жилых домов всего 50-70 метров. Форточки и окна жители не открывают круглый год. Еще одна напасть – грузовые машины с зерном и гречихой, которые целыми сутками простаивают в селе. Как выяснили местные жители, на этом месте, что напротив хлебзавода должен быть сквер с лавочками, скамейками, где можно дышать полной грудью. Вместо этого здесь стоянка для грузовиков. Дышать полной грудью здесь, конечно, можно, но только организму вряд ли понравится дышать выхлопными газами. Это вот всего один КАМАЗ подъехал и работает. И весь дым идет в мой дом. А у меня жена – асматик. Я инвалид второй группы. И как вы представляете, возможно жить в таких условиях? Мы попытались связаться с руководством комбината и задать многочисленные вопросы, в том числе о том, почему не работают фильтры, которые бы минимизировали выбросы. В сельской администрации Новороманова нам пояснили, что дирекция комбината о здоровье населения не задумывалась. Главное, как при нормальном капитализме, это получение прибыли. А фильтров там вообще нет? Либо они есть, но и… Я не знаю их на технологии, но мне кажется, раз вся улица в этой саже, в этой копоти, ну, скорее всего, конечно, нет там ничего. Фильтры дорогостоящие. Москвичи, по словам местных властей, не хотят на них тратиться. Жители уже обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности к Алманский комбинат, а также в Роспотребнадзор для проведения определенных замеров и вынесения вердикта. Люди надеются, что результаты не заставят себя ждать, и в ближайшем будущем они перестанут видеть мир в черном свете. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Возгорание случилось на Барнаульском предприятии по производству муки. Перегрелся и загорелся механизм подачи зерна. На место выехали спасатели. Такой была вводная по проведению пожарно-тактических учений на предприятии. Пожар на седьмом этаже, мельница. Как только представители предприятия «Союз Мука» сообщили о происшествии в пожарную охрану, на место сразу же выехали спасательные подразделения. С объекта они срочно эвакуировали людей, оперативно использовали свои силы и средства для тушения огня. Всего задействовали 11 единиц техники и больше 50 человек личного состава. Применялось у нас 4 ствола ручных и 5 звеньев газозащитной службы. В результате мы добились того, что спасли 2 человека пострадавших и предотвратили взрыв мучной пыли. Подобные спасательные учения прошли и на территории других пожарно-спасательных гарнизонов региона. Всего в 12 населенных пунктах. К примеру, в райцентре Благовещенко учения провели в стационаре для престарелых и инвалидов, а в Новоалтайске возгорание ликвидировали на хлебокомбинате. Цель спасательных учений – проверить готовность подразделений к работе в чрезвычайных условиях. Первый в истории Алтайского края кибертурнир по Dota 2 и Counter-Strike среди школьников состоялся в Барнауле. На виртуальной арене сошлись 16 команд. Два дня компьютерных баталий, тысячи часов в игре и нереальная атмосфера кибертурнира. Кто забрал главный приз в 50 тысяч рублей и станет ли этот турнир традиционным? Расскажем далее. Понять, что они говорят, могут только фанаты киберспорта. Полумрак, яркая подсветка компьютера и легкая напряженность. Первый компьютерный турнир среди школьников собрал 16 барнаульских команд, а это почти 100 человек. Мы специально дошли спать пораньше, чтобы выспаться все вместе. И сегодня пришли побеждать. Очень сильно повезло, что пригласили. И так вот сейчас случилось, что собрали людей, собрали организацию, сделали вообще приз. И так много, все хорошо подготовили, чтобы вот это вот состоялось как минимум. Типа организации, помощники, много чего пришлось сделать, чтобы такого вообще было. Трансляция игры в прямом эфире в социальных сетях. Профессиональный комментатор и интрига до самого конца. В конце октября в Государственной Думе состоялось заседание межфункционной группы «Компьютерный спорт», посвященное практикам внедрения киберспорта в современной школе. Наш Кванториум, Кванториум-22 и его директор Сергей Анатольевич, не откладывая в долгий ящик, инициировал проведение этого турнира для того, чтобы посмотреть интерес и мотивацию школьников. Вот я считаю, что у него появились аргументы, которыми можно обосновать внедрение вот такой дисциплины, такого курса для развития этого направления. В 2016 году киберспорт признали официальным видом спорта в России. Внимание к нему растет, а технопарки, по всей стране их 180, уже сегодня на федеральном уровне рассматривают как идеальную площадку для развития киберспорта. Наша задача завести киберспорт на Алтай, и для школьников мы проводим первый турнир по киберспорту, по всем правилам киберлиги, и может быть когда-нибудь войдет в олимпийскую программу. Нынешние дети, у них вот эти нейронные связи формируются совершенно иным путем, и не исключено, что в этом им помогает компьютер. Ну а первый школьный турнир «Барнаульский технопарк» планируют сделать традиционным, оттачивать игровые навыки ребята смогут здесь же. С нового учебного года в программе Кванториума киберспорт появится как отдельная дисциплина. Сейчас это перспективное направление, оно востребовано, как робототехника и IT-разработки. Кибертурниры требуют больших вложений, нужно помещение, дорогостоящие оборудование и скоростной интернет. В Барнаульском технопарке все это есть. Не было средств на призовой фонд. Его обеспечил депутат Государственной думы Александр Прокопьев, который активно поддерживает киберспорт. «Здесь чувствуется дух прогресса. И я думаю, что будущее, с учетом того, как оно движется в технологии, в частности в цифровые технологии, будущее безусловно за этими ребятами». В «Контрстрайк» точнее всех оказались ребята из Алтайского педагогического лицея-интерната. В дисциплине «Дота-2» победили спортсмены Кванториума. Обе команды от фонда Александра Прокопьева получили сертификаты на 50 тысяч рублей. На выигранные деньги, говоря профессиональным языком, планируют апгрейдить компьютерную технику, чтобы достойные результаты показывать уже на Всероссийской школьной лиге по киберспорту. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня молодежный парламент края отмечает 20-летний юбилей. За время своей деятельности они приняли десятки важных и интересных предложений к законодателям региона и федерации. В том числе законопроект о передвижных аптечных пунктах и забрете продажи вейпов несовершеннолетним. 20 лет назад не все еще понимают, что вообще нужны молодежные парламенты. Не все видели, что молодые люди смогут писать законы и предлагать конкретные пути решения проблем, которые поздравляют и в одной их проездников. Смогли и успешно продолжают начатое 20 лет назад. Сейчас в парламенте 84 депутата. В 2002 было лишь 28. Совсем юные парни и девушки от 14 и уже весьма зрелые люди, 35 лет, собираются и обсуждают проблемы молодежи. Вносят свои идеи и предложения по их решению. Многие из тех, кто когда-то был депутатом молодежного парламента, стали весьма успешны и во взрослой жизни. Вы можете на сегодняшний день посмотреть на состав Кривого законодательного собрания. И в его составе у нас Денис Голобородько, Алексей Кривенко, Анна Веллер. В моем лице тоже в этом году получилось избраться. Это что касается депутатов регионального уровня. На федеральном уровне у нас, конечно, пример Наталья Кувшинова, которой мы очень сильно гордимся. Напомню, что многие инициативы наших молодых законодателей были приняты и на федеральном уровне. Но своим главным достижением парламентарии считают принятие в прошлом году закона о молодежном парламенте края. Это, безусловно, повысило его статус. Теперь любые изменения, которые могут коснуться молодежного парламента, обязаны пройти процедуру голосования в Краевом Газаксобрании. Ровно месяц остался до Нового года. В Крае начинается череда праздничных мероприятий. Серию тематических мастер-классов запустили сегодня в художественном музее Края. Там все желающие смогли создать ватного зайчика, которым можно украсить елку. Выполнять работу гостям помогали мастера народного творчества. Технология подделки проста. Кусочки ваты нужно промокнуть клеем ПВА, сформировать детали фигурки и затем разукрасить получившегося зайца. Такие незамысловатые, но интересные мастер-классы музей будет проводить еще весь месяц. На них приглашают и всех желающих любых возрастов. Пройдут мастер-классы по елочной игрушке, по вышивке росписью, по изготовлению головного убора и по бересте. Пройдут мастер-классы для деток. В рамках новогодней программы пройдут мастер-классы по изготовлению традиционных тропичных кукол, по изготовлению традиционной керамической игрушки и также по росписи традиционной керамической игрушки. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. А спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...